Многие наблюдатели заметили, что у Владимира Путина в 2003 году случился какой-то психологический слом. В его риторике появились антизападные ноты. Кремлевские идеологи стали объяснять российскому обывателю всю опасность оранжевых революций. Они говорили, что Запад с помощью спецслужб готовит смену режима в постсоветских республиках и таким образом НАТО готовит плацдарм для будущего нападения на Россию. В это время и появляются бесчисленные фейковые новости, постановочные сюжеты, истеричные ток-шоу, фильмы и сериалы, направленные на оболванивание российской публики. В то же время созданное Сурковым прокремлевское движение «Наше» переходит к прямым угрозам и преследованиям демократической оппозиции. И очень быстро российское общество скатило к состоянию большинства с антизападной риторикой и идеей реставрации Советской империи. Новый конфликт, возникший, условно говоря, или развивающийся в той или иной форме между, скажем, Россией и Западом, он начался, ну так условно говоря, с мюнхенской речи Путина, ну потом еще, правда, был период Медведева, и реально, в общем, эта семантическая война в ее нынешней форме, конечно, началась тоже после 11-14 годов, то есть уже после протестов в Москве и после аннексии Крыма. Она осознанно, в том числе и Советом Безопасности, она присутствует уже, на это обратили внимание специалисты, в так называемой доктрине Герасимова, то есть начальника главного штаба, который в своей этой статье о гибридной войне, которая была опубликована в 13-м году, он там прямо как бы об этом говорит. И, собственно говоря, сегодня уже эта семантическая война включена внутрь этой современной военной доктрины российского руководства, никто этого не скрывает. На первое место ставится теперь не военная часть войны, а именно ее гибридная часть, то есть то, что связано именно с семантикой. Сама атмосфера ведь уже тогда начала как бы, ну что ли, формироваться, или власти ее начали формировать в ту сторону, что России-то угрожают, Россию-то окружают. Это же ведь уже полтора года после речи Путина в Мюнхене. А эта подготовка, она шла, она шла, и она ведь тоже не на пустом месте. Конечно, общество не пластилин, там есть какие-то настроения, которые можно так использовать, всяк использовать, что-то там, так сказать, поддуть искусственно, что-то наоборот подавить, но реальное основание должно быть просто, иначе обществу нельзя внушить, по моему убеждению, все, что угодно. Но если уже есть какие-то представления, то их вполне можно развить, раздуть. Если есть представление о том, что вокруг России сжимается кольцо врагов, и что все ее ближайшие соседи это наймиты, так сказать, мирового империализма, или как это сейчас называют, не наймиты, не знаю, русофобов, америкосов и так далее, то, в общем, это можно раздуть, и тогда любой шаг этих соседей, он может быть интерпретирован как угодно. А российский интерес элементарный. Увеличить степень антизападных настроений в перспективе, то есть самый желательный вариант, это победа пророссийских сил в парламентских выборах, после чего эти пророссийские силы полностью отделываются от любого западного влияния. В 2006-2008 году Сурков был человеком, который начал создавать эту систему, и вот она как бы 10 лет на наших глазах развивалась и достигла своей такой, после Крыма такой полноты, когда с помощью фейк-новостей, троллинга, создание таких медиаэкспертов так называемых, то есть людей, которые говорят по телевизору, вот мы их все время видим в передачах у этого Соловьева и так далее, то есть такая театрализация непрерывная, непрерывная работа с эмоцией, так чтобы человек не мог задуматься, а все время находился в таком эмоциональном взрыве, условно говоря. Одновременно симулирование рациональной аргументации, потому что они мобилизовали кучу каких-то гуманитариев, на самом деле, людей с историческим образованием, которые целыми днями рационально что-то пишут на тему того, что Сталин правильно заключил тогда с Гитлером пакт, потому что это было чем-то там такое обоснованно. И эта работа производится в отношении всего абсолютно, что и правильно царская Россия участвовала в разделе Польши. Вот, например, Афинская война. А если бы не Финская война, а если бы Сталин ее не начал, то тогда бы нам больше немцы угрожали во время войны, а так Сталин их оттеснил. И так далее. То есть колоссальное количество аргументаций распространяется для того, чтобы завладеть умами людей и превратить их вот в такое, знаешь, как бы не агрессивное. Нет, в этом состоянии человек не агрессивен, но он как бы расслаблен. Если относиться к Соловьеву и Киселеву так же, как Анне Чапман, тогда довольно весело. Но я это серьезно понимаю. То, что называется зомбоящик. Там используется довольно активно метод гипноза. Просто монотонные вещи, повторяющиеся. Да пошли вы со своими этими... Что вы нам рассказываете? Да, какой-нибудь, я не знаю, европейский какой-нибудь город возьми, они тебе скажут, что нам рассказывают? Конечно. Естественно, дело в том, что на большинство этого... Это правильно говорить сейчас, потому что это такая британская реакция, хорошо описано. Are you serious? Ну, то есть... Это очень интересно, но мы не будем больше это слушать. Извините, как бы это... Это значит, просто это бред. Но этот бред, он транслируется потоками. И ведь за этим стоят медиа-менеджеры. То есть мы не можем сказать же, что вот это никто не делает, что оно само случилось. Потому что у этого, вообще говоря, есть авторы. То есть это люди, которые каждый день приходят на работу. И, в общем, каждый на своем месте управляется. У этого нет одного такого, ну, демиуга, да, как говорят. То есть это не какой-то один злой демон этим всем управляет. Потому что мы видим, что оно, как бы, самоуправляемо на каждом своем участке. Потому что люди, сидящие в реанновостях, это придумывают сами. А люди, которые сидят в каком-то военно-историческом обществе, это придумывают сами. А, значит, те, кто нам придумывает вот эти пилотки на детей и какие-то ремнии с пряжками для двухлетних детей с какими-то красными звездами, это еще третий. Поднялся с колен какой-то монстр, а не Россия. Страшилище, которое единственное, что может нагадить. Семиотика. Наука о знаках. Согласно Юрию Михайловичу Лотману, под семиотикой следует понимать науку о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. Во второй половине XX века лингвистическое понятие «семантика», описывающее смысловое значение единиц языка, привлекло внимание специалистов из смежных областей. Оказалось, что, используя законы семиотики, можно преуспеть манипуляцией общественным мнением. И вот уже в наше время мы слышим, что в Кремле всерьез рассматривается теория, что Советский Союз был разрушен в результате семантической войны. Они убедили себя, что джинсы с жвачкой, глянцевые журналы развалили Советскую империю. Юлия Крестева писала, что от усилия семиотиков с разных сторон была разрушена Берлинская стена. Люди, живущие, наблюдающие политику, очень часто это видно по сетям, они думают, что миром управляют деньги, попросту говоря. Отсюда возникает такое общее настроение, что вот кончатся деньги у какого-то политического режима, он и рухнет, условно говоря. И многие смотрят на какие-то политические процессы и думают, люди так говорят, вот эти все, только потому что платятся деньги. Это огромная наивность, потому что мир управляется лишь на какую-то часть деньгами, но на вторую часть, очень существенно, он управляется словами, то есть семантикой. То есть некоторым создают пространство, при котором люди начинают определенным образом, опираясь на какие-то ключевые слова, которые они слышат, они начинают через них переинтерпретировать реальность. Именно поэтому 15 лет назад, уже в каких-то военных доктринах, возникло это выражение, семантическая война, семантика, борьба за разложение смысла слова, за его трансформацию. Семиотика не была разрешена, даже поэтому труды наши семиотические, старейший семиотический журнал, 64-го года выходящий сейчас в Тарту, он назывался не семиотика, то есть семиотика была греческими буквами, написана на обошке, а называлась труды по знаковым системам. А когда начинается уже в пространстве политического, социально-политического, там невозможно, толпу надо заводить, ей нужны игрушки, ей нужны образы, а там, где есть образы, там неизбежно пространство, ну, назовем мы так, некой неправдой, оно возникает, потому что человеку нужно поверить, что дела обстоят так. Конечно, элита советская, ну, уже совсем не верила ни в какое построение коммунизма, а современная путинская элита, она более или менее не верит, что клептократия – это и есть возвращение могущества России. Она честно считает, что если построить дворец, это круто, это вот мы в Америке вломили. Она честно считает, что вот если выиграть на Евровидении, это круто. А это в значительной степени связано, конечно, с тем, какие материальные выгоды элита извлекает из существующего государственного вранья, потому что советская элита чувствовала себя обманутой. Она думала, ну как, вот у меня дома стоит чешский унитаз, и это все, что я имею. А на Западе, и вон уже как оно все круто. И ей хотелось на Запад, и поэтому она не верила в то, что говорили в телевизоре. А в то время, как нынешняя элита, у нее стоят золотые унитазы, и наоборот она понимает, что если она станет западной, она этих унитазов лишится, потому что на Западе у всех хороший унитаз, более или менее, но даже у Билла Гейтса он не золотой. Тут как раз это то, что я называю прикладная асимеотика. Знаки действуют. Это еще Левистрос описал в своей структурной антропологии и в других книгах, как знаки оказывают реальное действие. Знаки, особенно используемые в ритуалах, российское телевидение это такая ритуальная вещь. Они действенны. Шаман, указав пальцем на человека, скажем, где-то в Южной Африке, его убивает. Человек уходит и умирает. И вылечить невозможно. В больнице. Это реальных случаев много. И пока врачи не придумали такой трик, что они позвали более мощного шамана, который снимает заклятие. А медицинскими, медикаментозными методами не лечится. Или позвать кого-то психоаналитика, который объяснит. Ничего не действует. Это вот его как-то принадлежит и проведет некий ритуал и снимет заклятие. Щедровицкий. Это, конечно, идет учение от Щедровицкого, несмотря на то, что, конечно, там было много очень интересных идей. Но это вот оттуда. Конечно, язык пропаганды, образы пропаганды страшно важная вещь. И совершенствование этих образов и совершенствования языка пропаганды, оно в России серьезно происходит и туда тратятся на это очень большие деньги. К сожалению, работают очень талантливые люди в этой сфере. Очень талантливые. Новость из Донбасской войны. Самый известный фейк с распятым мальчиком. Понятно, что это выдумывается с целью, чтобы представить одну из сторон конфликта, которую и так то и дело пропаганды другой страны ассоциируют с фашистами. Ага, фашисты. Что делали фашисты? Фашисты жестоко мучили мирное население. Мирное население самый трогательный образ какой? Ребенок. Ну и чтобы добавить еще какого-то абсолютно инфернального ужаса еще и с каким-то религиозным подтекстом, придумываю форму, что мальчика ребенка распинают. То есть ужас концентрированный выбрасывается в инфляционное пространство, чтобы аудитория восприняла его как восприняла его и ужаснулась. То есть на той стороне ад, инферно, с той стороны вообще дело иметь нельзя. Ее можно либо уничтожить, либо ну в общем каким-то образом разоружить, но не договариваться с ней, и тем более принимать какие-то условия нельзя. Вот так и механизм работает. Вооружившись знаниями о манипуляциях и взяв во внимание доктрину семантической войны, Кремль принялся внедрять новую концепцию в жизнь. Новая безумная идея российского руководства, конечно же, базируется на уверенности, что Америка победила Россию в холодной войне, используя такой инструмент как семантическая война. И тут мы должны остановиться на очень важном моменте. Никакие усилия пропагандистов не достигают успеха, если в противной стороне, на которую направлена их пропаганда, не участвуют значительные группы потерь. Так, в период после Первой мировой войны и до 1947 года в Европе существовало значительное количество интеллектуалов, откровенно сочувствующих сталинскому режиму, Арагон, Роланд, Жит, Фехтвангер, Драйзер, Томас и Генрих Манны были вовлечены в игру, которую инициировал Илья Эренбург под знаменем антифашизма, писали статьи с нескрываемой симпатией Сталину и которая формировала общественное мнение на Западе. Кремль понимает, что сейчас такой поддержки на Западе у него нет, поэтому усилия пропаганды и спецслужб направлены именно на западную аудиторию с целью внедрения и трансляции новой российской идеологии. Колоссальное отличие заключается в отсутствии группы поддержки на Западе путинской пропаганды. В 1939 году было огромное количество интеллектуалов, которые ходили за Сталином туда-сюда, пока он враждовал с Гитлером, они кричали, что Советский Союз единственный противник фашизма. когда он заключил договор, да вдруг Пакт Молотова-Риббентропа, вдруг образовалась гигантская группа поддержки, которая говорила, что только таким способом молодой советский режим может выжить. Были люди, которые были готовы идти на все, чтобы оправдать Сталина и коммунизм. Сейчас таких людей нет. В этом главное. И, конечно, в этом смысле Путин международно абсолютно беспомощен. Каковы же составляющие и способы семантической войны, объявленные Кремлем Западом? Для трансляции своих идей были созданы специальные подразделения, такие как новый канал Russia Today, интернет, подразделения, известные как Ольгинская фабрика троллей, группы хакеров, занимающиеся кибератаками, официальные культурные центры при посольствах, центры влияния, православная церковь в разных западных странах, находящиеся под контролем или с сильным влиянием московского патриархата. На этом пути спецслужбы не останавливаются перед прямым подкупом общественных деятелей и политиков на Западе. Начиная с 2014 года мощным потоком стали распространяться намеренные фейк-ньюс, векторно рассчитанные на разные социальные группы. Работа ведется с каждой группой по-своему, обостряя разные наболевшие вопросы. Иммиграция, бюрократия, кризис европейских ценностей, нагнетание, преувеличение, смещение акцентов. Поскольку я сам специалист по пропаганде, в чем я раскаиваюсь, я не горжусь этим совершенно. Я занимался пропагандистскими проектами, я обманывал людей. Ты приходишь и говоришь им, ребят, для того, чтобы изменить вашу жизнь, уже какие-то усилия, не так ли? Да? Вы же хотите, наверное, вы только что думали, что вы хотите изменить свою жизнь. Да? Вы хотите жить, как в Америке, в Срединной Великобритании, в Германии? Не надо. Там плохо. Здесь хорошо. Если повторять постоянно в разных ракурсах ложь, явную ложь, она становится со временем правдой. Миллионы зрителей российского Первого канала, они верят тому, что гомосексуалы умнеют в Европе огромное влияние и что хотят свое влияние распространить на Российскую Федерацию. А почему в это верить сейчас? Учитывая, что есть интернет, учитывая, что люди могут поставить себе паспорт, шенгенскую визу и поехать сами глазами посмотреть, существует это ужасное погрязшее в гомосексуализме, о разврате и опыте европейского общества или нет? Очень большая социальная несправедливость и отсюда возникает социальная зависть. Вот мы 25 лет уже живем после крушения Советского Союза. А где же наши все бонусы за это? Какие-то большие парни катаются на яхтах, а мы-то трудимся, мы ничего не имеем, от этого капитализма почти ничего, как могли бы. Это такой рессентимент. Штокгольмский синдром одновременно, что мы все в заложниках исторической ситуации. Ну что можно здесь сделать? Ничего не сделаешь. Даже когда они приезжают в Париж, Берлин, Нью-Йорк, самое страшное это видеть русских туристов, которые идут и говорят, все правильно говорили, у них как будто бы уже очки, которые меняют картинку, что вот есть настоящая картинка, даже если они приедут ее воспринимать, они все равно в эту реальность будут добавлять то, те пропагандистские какие-то наклеечки, которые они привыкли воспринимать через телек. Даже когда они вживую увидят, не знаю, гей-парад в Париже, этот гей-парад, они дорисуют собственное воображение до полуголых мужиков с петушинами перьями в жопах, конечно, даже если там этого ничего не будет. Потому что они хотят в это верить, потому что им хотят так видеть этот мир. Или кто-то живет во Франции и ненавидит французов буйно, потому что Франция была бы отличная страна, если бы там не французы. Но чтобы это и сыр, и колбаса, и вино все равно были бы. Французские это трудно, если французов всех похоронить, то кто же сыр делает. Но это я думаю, что это такой менталитет. Это как-то оправдать себя. И это, наверное, создают специальные русские ценности. Это спасти мир и что-то такое. Окей, есть нечего, но все равно лучше. В Норвегии уже чуть ли не к власти пришла партия педофилов о том, что в Голландии узаконили инцест и так далее. Это уже ясно. Причем очень часто идут перепечатки с российских таких же желтых сайтов. То есть смотришь на грузинском сайте информация о том, что там грубо говоря в Норвегии разрешили браки человека с собакой, допустим. И смотришь там перепечатки идет с какого-то российского сайта. Но поскольку есть огромная категория людей, которые с этим мнением согласны, то есть они работают на свою аудиторию. Они не пытаются меня перетянуть, они понимают, что это невозможно. Они пытаются максимально радикализировать тех, кто уже на их стороне. вот эти вот путинские как бы люди питерские как раз вот периоды 90-х годов, но они конечно не ставили себе никаких целей восстановления государства, опираясь на свои погоны, условно говоря. Они ставили себе совершенно злодейские цели в отношении как бы страны и народа и они в общем эти цели реализовали. Они создали ситуацию, при которой мы видим, что все время как будто бы какие-то бесы, вселившиеся в свиней идут к пропасти. То там, то там. Музыка. 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 Музыка.